Сегодня отмечается День модельера. В этот праздник наша съемочная бригада решила посетить творческую мастерскую одного из самых известных представителей этой профессии в Дагестане – Шамхала Алиханова. В мире моды его бренд известен далеко за пределами республики. О сложной работе и национальном стиле он рассказал моим коллегам. Этнические мотивы, лаконичность и мужественность – именно они главные составляющие стиля Алиханова. В каждом наряде есть элементы национальной культуры, что делает образ уникальным. По мнению модельера, одежда должна носиться, а не висеть на вешалке. Где-то обыграл, допустим, силуэт Аула. Его можно в разных ключах. Это одно направление. Допустим, тема росписи, опять же, где понежнее, здесь уже абстрактное направление. Та же серия будет викингов, где, опять же, где с топором. Это как бы такая игра, чтобы этнический момент, он само собой будет. Где игра с ковровой темой, игра с силуэтом Аула. Мода не только красивый, но и достаточно затратный бизнес. Сначала создается эскиз коллекции, а затем ее запускают в производство. К тому же модельеру нужно платить зарплату персоналу, рассчитываться с коммунальными услугами и закупать материал. А все это без поддержки государства сделать достаточно сложно, делится Шамхал. У нас, к сожалению, одежда. Пошел кому-то костюмчик, кому-то. Все в таком ключе, когда я говорил, давайте просто... Есть сегодня целая программа по развитию, да, вот. Но, к сожалению, она не идет к тому человеку, который хотел бы это сделать и приумножил бы. Вот моя болячка, что уперся в это, да, и хочется, чтобы все-таки был результат. Не я один в поле воин был, чтобы уже, опять же, вернуть на сегодняшний день кавказский стиль. Более 25 лет Шамхал принимает участие в неделе моды, ездит за рубеж и участвует в международных конкурсах. По мнению модельера, у дагестанцев всегда было чувство стиля. Они следили за трендами, несмотря на дефицит и железный занавес. Пусть наши родители вспомнят, как тогда, если и патлы мы носили, Ну, это был, да, и клеша, все, и колокола, то есть, потом прошли бананы. Ну, всегда надо было здесь быть революционером. А в дальнейшем Шамхал Алиханов планирует перейти на фабричный пошив. Это позволит ему сделать свои работы доступными и вывести национальные мотивы на широкую аудиторию. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.